привет друзья в этом видео я вам покажу как делала квадратный торт четверо в кубе по мотивам мультика заливала я его зеркальной глазурью и также в этом видео покажу как делала леденцы с изомальтом которые вот так вот красиво украшают наш тортик и сначала я испекла бисквит у меня квадратная форма размер здесь 20 на 20 сантиметров я использовала использовала я здесь шифоновый бисквит у меня есть на канале ссылочку я вам обязательно оставлю на этот бисквит и так из этого количества теста у меня получилось два бисквита один больше другой чуть меньше как только вы его испекли проверяем на сухую зубочистку вытаскиваем из формы далее два бисквита нам необходимо завернуть в целлофановую пленку и убрать все это в холодильник хотя бы на 4 часа лучше конечно в идеале на ночь и так убираем наш без бисквит и приготовим крем крем я очень люблю на маскарпоне поэтому я взбиваю маскарпоне сыр и добавляю белый шоколад растопленный к сыру еще раз все хорошо взбиваю вот такого состояния отдельно я взбиваю в отдельной посуде холодные сливки до пышности далее сливки переливаем к сыру и к шоколаду еще раз все хорошенько взбиваем недолго смотрите сами чтобы крем у вас был достаточно густой как только видите что густой то крем готов и далее свой бисквит я разрезала на три части и стал его собирать я его коржи пропитываю у меня будет три слоя каждый слой у меня наношу крем я его разравниваю делаю вот такие вот бортики в бортике наливаю ягодные конфи мне так больше нравится мне вот два слоя и последним третьим слоем я накрываю свой торт делаю черновую как бы обмазку то есть выравниваю его и в таком вот состоянии отправляю его в холодильник на ночь а также нам необходимо с вами сделать зеркальную глазурь подробно у меня есть видео по зеркальной глазури но и здесь конкретно я с вами поделюсь определенными этапами и так берем желатин заливаем его водой даем ему набухнуть сотейник выливаем сахар глюкозный сироп воду и ставим все это на огонь доводим до кипения горячую смесь горячую смесь добавляем шоколад хорошенько все перемешиваем чтобы он нас разошелся и добавляем сгущенное молоко также все это хорошо перемешиваем смесь остужаем хотя бы до 60 градусов как только остыла добавляем туда набухший желатин все пета перемешиваем далее у меня будет два цвета в один цве в один я добавляю сиреневый краситель а в другой голубой также глазурь необходимо еще пробить блендером чтобы убрать все пузырьки далее накрываем пленкой в контакт убираем в холодильник на 8 часов а лучше на ночь достаем с вами наш торт я сделал для него вот такую сверху подложку подложку я обернула целлофановую пленку и она должна быть по размеру как сам наш торт с помощью подложки легче выравнивать бока торта наносим крем далее берем шпатель и выравниваем наш торт делаем мы это пока нас не устроит качество выравнивания и так выравниваем и таком состоянии мы его убираем холодильник хотя бы на два часа далее достаем торт убираем сверху подложку далее с наверх также будем вы с вами выравнивать наносим крем выравниваем если вы если вы как я будете заливать торт зеркальной глазурью то вам необходимо после того как был хорошо выровнять и хотя бы часа на три этот торт убрать морозильную камеру чтобы ну там у нас хорошенько с вами подмерз так убираем тот морозильную камеру а тем временем я покажу как делаю леденцы из изомальта используя сахарную бумагу и просто цветной краситель понадобится изомальт вот такая вот сахарная бумага с героями и какие-либо шпажки вырезаем наших героев у меня это четверо в кубе я как их вырезаю далее будем топить с вами изомальт изомальт это сахарозаменитель виде кристаллов без цвета и запаха температура плавления 170 градусов но я не довожу до такого состояния я даю ему полностью раз расплавится и как только на пузыри начинают убавляться то есть их становится меньше я снимаю с огня немножко остужаю и вот так вот ложкой начинаю заливать свои сахарные картинки работать надо быстро изомальт очень горячий все что какие-то неровности подправляем ножом и вставляем естественно сразу шпажку так заливаем изомальт вставляем шпажку и убираем ножом неровности также можно покрасить любой цвет красим горячий добавляем краситель далее берем шпажку и в середину начинаем наливать наш изомальт все неровности сразу же убираем ножом очень будьте аккуратны можно сделать какие-либо посыпать посыпки на него сверху такая красота у нас с вами получается у меня это герои просто какие-то цветные получается достаточно очень красиво и обычно детки любят такие украшения их кушать далее опять берем с вами зеркальную глазурь достаем из холодильника хорошо пробиваем если есть пузыри процеживаем все через сито чтобы все пузырики у нас с вами ушли доводим до рабочей температуры 35 градусов достаем торт из морозильной камеры и поливаем наши глазурью ибо прошу прощения но у меня здесь камера наклонилась поэтому процесс вы не увидите но я залила середину сиреневым а по бокам у меня в голубая глазурь а по бокам стекают вот такие вот капельки добавляем всех наших героев у меня это четверо в кубе прянички я их рисовала сама красками также вы выкладываем вот такие вот кубики за за мальта и леденцы которые мы с вами делали тоже можно делать выложить маленькие меренги вот такой торт у нас с вами получился он очень вкусный и красивый так как сам крем и глазурь по вкусу напоминает как мороженое друзья всем спасибо что вы посмотрели мое видео надеюсь вам понравился процесс сборки квадратного торта обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать мои новых новинок и всем до скорых встреч